здравствуйте дорогие друзья мы начинаем наш мастер-класс по герберам непосредственно вот по этому букету которые будут у нас закомпонованы в овале и начнем мы с подготовки холста у меня натянутый белый фабричный холст сейчас я отколеровал грунт беленький у меня обычный мастихин можно было бы конечно взять пошире побольше он был бы удобен но сейчас у меня в наличии есть только этот в грунт я добавил немножко гуаши охры чуть-чуть туши черной и у меня получился вот такой вот серый оттенок бледненький вот как раз я сейчас и загрунтую холст делается это для того чтобы сделать более гладкой поверхность холста и тоньше была возможность прописывать детали и для того чтобы придать определенный тон чтобы он был не чисто белый вот в общем-то как он у нас идет начало работы покажу как начинается все если он не понятен раздельно формат у нас хватает стандартный 50 на 60 на 100 грамм. Вот так вот маленькая очка. Можно ли делать или меньше. Главное, чтобы было как можно меньше вот этих вот полосок. Вот такая вот работа подготовительная. В общем-то, если вы пару раз вот так вот пройдетесь по холсту, в принципе, этого будет достаточно. Для того, чтобы уже начать работу. Он у вас будет и более гладкий, и ровный, серенький. На нем будет очень удобно переносить рисунок и начинать жилиться. Вот так вот под всей плоткостью. Заметьте, у меня края у мастихина, они завалены. Они не острые, и поэтому границы вот этих вот движений, которые я наношу, они мягкие, без каких-либо сильных полосочек. Потому что если вы будете делать то же самое линейкой, скажем, или шпателем, а края шпателем и линейки у вас будут острые, угловые, у вас, конечно, это будет видно на том, на фактуре. Это будет отражаться. Если вы будете это делать кисточкой громко наносить, у вас будет оставаться фактура киски. То есть очень удобно делать вот это именно по тому мастихину, что грунта расходуется не так много, и он именно хорошо очень западает в фактуру хачка. После каждой грунтовки можно слегка пройтись шкурочкой, мелкой-мелкой. Верн свет thrственные красотяжки на никакой элемент. Это тоже немного, плей дровь. Креплясь штак. Перевє. И. Б hasне неYO. А дляных следей, Вот таким образом у нас получается сейчас работа с холстом. Закрываем всю плоскость. Вот такая вот первая стадия. Периодически смотрите на отцвет сбоку, то есть где фактурку нужно сгладить мастиками. Не все конечно сразу будет получаться идеально, но по крайней мере стоит немножко попробовать. Где-то может на картонник потренироваться и результат потом будет замечательный. Все. Все. Последнее движение. И первая групповка завершена. В общем-то вот таким же образом наносится и вторая. Поэтому акцентировать на этом уже внимания не буду. Дальше следующая тема у нас пойдет именно по переносу рисунка. Все. Есть. Можно ставить соколь. Только ставьте не к батарее, чтобы он естественным образом высох. Иначе могут пойти нежелательные волны. И так дорогие друзья, для того чтобы снять кальку с работы, а нам понадобится калька, мы предпримем вот такие идеи. Я беру обычную кальку, которую можно в магазине, в канцеляции даже она проводится у магазина. И она достаточно плотная и не такая уж и тонкая, но она не сильно просвечивает. Сейчас мы посмотрим, что с этим можно делать. А делается вот так. Ну, вот первый, значит. Выравниваем уголки. Потом я беру силовые кнопки, втыкаю их. Чтобы она у нас вправо-влево дегридовалась. Вот такую вот эту кальку сейчас сниму. Кальки они многоразовые. То есть зачастую получается одной калькой пользоваться несколько раз можно. То есть есть у вас несколько заказов на этот букет. И с небольшими вариациями вы его изменяете. Мне работать с герберами, конечно, очень помогло. Я достаточно большое количество написал разных вариаций этого букета. Нравится людям, хотят и все тут. Поэтому, если вы научитесь писать вместе со мной этот букет, у вас получится, он у вас будет востребован. Так же, как и у меня. Так. Сейчас обрезать можно будет излишки. Как вы сейчас видите, то, что у нас сейчас происходит. То, что плохо просвечивает калька. Ну и есть специальное средство, которое поможет нам сделать прозрачность кальки лучше. То есть калька будет более прозрачной, более удобной для работы при помощи тряпочки и льняного масла. Так. Сейчас мы возьмем льняное масло в лице. Где же оно у нас родное? Где же оно у нас родное? Вот оно. Все. Льняное масло нашел. Вот смотрите. Мы это льняное масло вот льем. Оп. Может быть немножко лишнее. И начинаем растирать. Вот специально, чтобы вам была видна разница того, что происходит. Вот поглядите. Протертые кусочки и не протертые кусочки. Нам нужно, чтобы хорошо был виден букет. Вот мы протираем и он у нас буквально проявляется. И калька у нас будет и плотной. Каковой она является. То есть есть более тонкие, но они русские. Эта более толстая, чем она и хороша. И в то же время она будет прозрачной. Вот такое волшебство происходит. Прямо на ваших глазах. Ну, в общем-то, тут площадь, которая у нас занимает художественный, графический рисунок. Мы протерли и у нас, в принципе, этого достаточно. Все. Вот сейчас у нас пропитается. И уже готово к использованию. То есть там уже можно будет гелевая ручка это делать все обводить. Все. То есть вот это как раз часть нашего задания, которое посвящено тому, как можно подготовить кальку и потом перенести рисунок. Вот. Поэтому следующий этап у нас будет непосредственно сведение. То есть мы будем сводить аккуратненько вот все цветочки и переводить. Дорогие друзья, вот кальку мы сделали. Сейчас будем переводить непосредственно рисунок. Вот вы видите, я специально отметил на кальке углы, чтобы при переведении потом рисунка через копирку точно попасть в формат под рамникой, чтобы ничего не сместилось. Рисунок буду переводить обычным маркером. Вот таким вот. Он не толстый. Почему маркером? Потому что ручка шариковая скользит. В принципе еще, конечно, можно гелевой, но будет не так эффектно. Вот поэтому сейчас спокойно начинаю переводить рисунок. Беру самые основные моменты, которые мне нужны, но все равно стараюсь попасть в детали. Потому что оформление, то есть то, которое у нас в данном букете есть, лучше его повторить. Потому что оно достаточно эффектное. С вами мы отдельным образом разберем ту систему двойного подрамника и крепежа рамы. Я его вам покажу. И вы это можете повторить в багетной мастерской у себя в городе. Ну а пока переводим рисунок. Вы это можете сделать, распечатав фотографию финальную. На формат вам не обязательно брать кальку. Вы можете просто распечатать эту фотографию в черно-белом виде. Можно и в цветном, в натуральную величину. И аккуратненько, карандашиком передавить рисунок с использованием копирки на уже подготовленный тонированный хвост. А я сейчас пока продолжаю заниматься тем, что беру рисунок. Почему, скажем, я сейчас беру этот рисунок, а не копирую, не делаю вольную копию. То есть просто на тему этих цветов. Все-таки я уже в этих букетах достаточно много разных вариаций написал. Я это делаю потому, что именно в данном букете я потратил достаточно времени, немало. И нашел некоторое композиционное решение. То есть где-то вот как силуэт цветка повернут. Его определенная игра света и тени. Как они, эти силуэты цветов, один другой закрывают. Зелень, свет, тень. Вот здесь это сочетание получилось удачным. Очень многим эта работа нравится. Вот. И поэтому я решил, чтобы с минимальными потерями сделать данную работу, хорошо перевести рисунок. Замечу, опять же, что вот когда мы копировали в Эрбитаже, в пору практики ученической в Санкт-Петербурге, когда я в Академии учился у Юрия Сергеевича, и он у нас в Абазин на полтора или два месяца. Практика, по-моему, около двух месяцев мы в Питере были. Вот. У нас тогда в Академии художеств есть у них специальный отдел, занимающийся фотографией, и там в формат холста, на котором предполагается делать копию, печатали черно-белую фотографию, чтобы студент, который идет копировать в Эрмитаж, уже шел туда с готовым рисунком, а может быть даже и с гризалью, и тратил время именно на то, чтобы поймать все нюансы цвета, тона, и не тратил время на то, чтобы просто сделать правильный рисунок. Вот такой момент. Вот то же самое сейчас делаю я, делаю калечку. Почему я сейчас, в общем-то, делаю калечку, а не распечатал это в формат и не перевел через просто копирку тоже фотографию сделал? Ну, одна из причин то, что, во-первых, у меня вопрос времени. Иногда не всегда оно есть, чтобы доехать до копий центра и сделать данную копию. Во-вторых, мне зачастую бывает достаточно именно вот такой кальки, и она часто живет дольше, нежели чем бумага. Я некоторые эти кальки потом сворачиваю в рулончики, они у меня до лучшего времени. Если нужно какую-то работу повторить, я потом этой калькой пользуюсь. И получается, что работа она не одноразовая. Это очень важно, на мой взгляд. Поэтому вот такие вот моменты из опыта повторений, написания своих уже готовых произведений. Так что следующий наш кусок работы будет именно уже посвящен непосредственно тому, как мы передавливаем рисунок и что у нас получается на холсте. Дорогие друзья, вот я сделал калечку, перевел рисунок. Вот сейчас пока еще вот так вот она смотрится на холсте. Я ее специально сфотографирую для вас более тщательным образом. Вот такой степени переводки рисунка, в общем-то, достаточно для того, чтобы потом через кальку при помощи копирки перенести линейный рисунок и уже потом его обвести акрилом. Такой вот подготовительный рисунок. Сейчас я возьму холст, который у меня подготовлен уже. Вот я его загрунтовал два раза. Вот он. И сейчас на него нанесу эту кальку, подложу копирку и буду делать, буду передавливать рисунок. Что у меня получится, я вам покажу. Дорогие друзья, вот еще один немаловажный момент, как работа выглядит без рамы овальной. Я специально делаю обзор по работе, с которой буду делать копию. Посмотрите то, что стопроцентно идеальную копию у меня сделать не получится, потому что здесь очень многие вещи сделаны мягко. И даже самому себя копировать достаточно трудно. Копия будет немного вольной, но все равно она будет придерживаться рисунка и заданной работы. Стараюсь взять самые лучшие куски, самое лучшее настроение, что здесь есть. То есть вы видите, края букета, они списаны, сделаны мягко, специально, чтобы букет казался объемным. Когда я планировал работу, у нас есть такая контора Ники Прогресс, где занимаются лазерной резкой по стеклу, арголиту, ДВП, ДСП. Небель разную делают. Вот я туда пришел, взял лист ДВП, такой хороший, плотный, двухсторонний, гладкий, и заказал из него вырезать овал. Они на компьютере сделали для меня овал правильной формы, вписанный в формат чуть меньше, чем 60 на 80, чтобы у меня оставалось размер для крепления, потому что холст 60 на 80. Вот вы можете видеть на кусочках работы, то есть где у меня касается паспорту с овалом. Приложил этот овал уже вырезанный, специально оставил поле, чтобы было поле чуть побольше. И работа была пообъемней, то есть в плане больше по высоте и по длине. И уже, соответственно, разработал композицию, потому что вы видите, что у меня расстояние на холсте и слева и справа достаточное, чтобы еще вписать какие-то детали. Я их специально не закрывал, потому что знаю, что это закрывает поля паспорту с овалом. Вот такая вот небольшая тонкость. Сейчас я буду накладывать кальку на холст. Вот он холстик. Сейчас поднимем штатив. Важный момент. Чтобы хорошо подкладывать копирочку и смотреть, что у вас получается, вы пользуясь уже как раз теми же самыми силовыми кнопками, которые у нас есть, пользуясь теми углами, которые у нас есть. Вначале с вами совмещаем работу, чтобы она соответствовала формату по углам. Смотрим, где она у нас есть. И по итогам вот этих уголков вначале крепим вверху. Вначале вверху крепим. Вот здесь силовой кнопочкой прикрепим. Еще по серединке прикреплю. Вот сюда силовую кнопочку сейчас подставлю. И вот теперь у меня есть и внизу возможность закрепить все это. Вот поле осталось. Сейчас сюда хорошо очень получится подкладывать копирку. Она у меня заранее заготовлена. Пошел и купил в канцелярском магазине. В нашем городе этот магазин, по-моему, был «Белая ворона» или «Хаварит». Есть магазины, где торгуют подобными товарами. Вот у нас такая вот получилась вещь. И сейчас я вот эту копирочку подкладываю вот сюда. За счет того, что у меня маркер темный, мне весь рисунок видим. В общем-то вот сейчас подложу по всему периметру и спокойно переведу карандашиком, не спеша, всю работу. И у меня будет уже подготовительный рисунок. Это я вам покажу, как у меня получится. Будем потом обводить, покрывать акриловым глянцевым лаком тоже. Скорее всего, будем поверхность холста. У меня для этого есть баллончик-распылитель. Я объясню, для чего это делается. А сейчас приступаем к той фазе работы, которую я обозначил. Переведение рисунка. Дорогие друзья, вот продолжается наша работа. Непосредственно сейчас у меня на мольберте стоит и оригинал, и то, с чего мне предстоит сделать вольную копию. Вот, в общем-то, калька. Я под нее подкладывал копирку и довел ее. Вот как сейчас у меня на данной стадии выглядит копирочка. Линии переведены. Я переводил их ручкой гелевой, цветной, зелененькой, чтобы видеть, где я уже линии провел, а где нет. Следующий этап, который будет, это будет непосредственно обводить рисунок, чтобы он у меня был более проявлен. На палитре я палитру не снимаю. Вот посмотрите, у меня по большому счету две краски. Здесь могла быть сиеноженая, но у меня сиеноженой сейчас не так много. Кадми красный и темный, в принципе, тоже вполне подходит. Я сейчас беру болотную зеленую и ей стараюсь пройтись по силуэтам зелени, чтобы у нас выявились силуэты цветов. То есть где-то я кисточку вот эту у меня... Что здесь за номер-то такой? Ну, в общем, это очень похоже на тройку или двойку по синтетике круглую. И я сейчас прохожусь жиденько по силуэтам зелени, которые у нас как раз и формируют бутоны Гербер. Где-то я могу это делать шире, где-то тоньше. То есть где-то я могу взять кисточку большего формата и эти силуэты зелени прокрыть. Сразу всплывают куски, где что-то не успел перевести кисточкой из рисунка, из мелких деталей. Это ничего страшного. Главное, что я вижу, что основные бутоны выявлены. В них все прорисовано. То есть есть, что потом с чем работать и куда доводить работу. Как детали проявлять. Сейчас акрилом стараюсь вывести всю вот эту графику. Вот у меня на мольберке стоит непосредственно оригинал, с которого я пишу в вашем случае. В вашем случае. Очень хорошо, когда у вас рядышком не только монитор, с которого вы работаете, но еще и цветная распечатка, с которой вы аккуратно передавили рисунок. Даже можно не карандашом, а деревянной палочкой с не очень острым завершением. Вот. И потом вы уже, когда передавили рисунок, у вас и распечатка целая. Она вам хорошим наглядным пособием служит. Вот. И силуэт цел. В общем-то, такая работа близкая к медитации. То есть можно аккуратненько так вышивать и думать о чем-то своем. Вот. Просто делать это аккуратно и стараться следить за тем, чтобы лепестки все попали. Там, где идут веточки маленькие, зелененькие, то есть они написаны поверх. Мы их просто уже пишем поверх. Но, даже если они у нас приведены, ничего страшного. Мы по ним еще, может быть, даже и отдельно силуэтом пройдемся. В общем-то, сейчас мы стараемся основные массы зелени взять, но не потерять лепестков. По лепесткам мы пройдемся отдельно тоненькой кисточкой. Обведем. Сейчас у нас идут силуэты. Вот. И вот эти вот распечатки, они очень полезны. То есть вот когда вот у меня оригинал, у вас распечатка хорошая. И фотографии у нас все в мастер-классе прилагаются. Я их делаю специально. Очень удобно с этим работать. Я так многие копии делал, что воспользовавшись распечаткой, у меня получалось то, что и рисунок есть, и плюс я как на оригинал гляжу. Самое основное, конечно, напряжение процессора, то есть нашей головы, пойдет, когда непосредственно уже пройдет пропись цветов. Потому что нужно будет моделировать объем лепестков. И тут уже надо будет стараться очень, быть внимательным, усердным, усидчивым. Вот так как у нас копирка черненькая, у нас многие, то есть вот эти вот элементы рисунка, по которым мы работаем, они просвечивают. Так как я проводил ручкой по кальке тоненькой, эти линии не такие жирные и все равно они видны. Поэтому нам их, после того, как мы, скажем, сейчас широкими масками, то есть так, перекрываем зелень, восстановить их нам все равно не составит большого труда. Вот заметьте, грунт, который вы покупаете, он, как и мой, который я тоже купил, акриловый, мы его отколировали. Использовали охру и черную, вот, там гуашь могут быть и другие оттенки. Это, в общем-то, не очень важно, потому что такой у меня плюс-минус цвет серенький. Что важно, то что данный вот грунт, он при работе на нем водой, он слегка смазывается. И вот я сейчас работаю кисточкой, и если я сейчас начинаю по одному месту долго возить туда-сюда, он начинает тянуться и краска начинает смешиваться с грунтом. Вот чтобы этого избежать, во-первых, я не так много раз стараюсь провести кисточкой по одному и тому же месту. Вот тогда он еще не успевает смешаться. Это раз. А во-вторых, после того, как вот мы жиденько пройдем все вот эти вот кусочки, мы потом возьмем баллончик акрилового глянцевого лака в спреи и пройдемся по всей плоскости работы. Что нам это даст? Нам это даст прежде всего глянцевую поверхность, которая близка к поверхности масляной живописи. Очень похоже. Во-вторых, после покрытия лаком у вас уже, естественно, смешиваться краска акриловая, которой я работаю с грунтом, никак не будет. То есть у вас уже будет хорошая закрепленная поверхность. Сейчас я работаю по незакрепленной поверхности в силу того, что мне это даже на руку. То есть где-то я даже вот с этим грунтом хорошо взаимодействую. Где-то даже какие-то касания получается вписать интересные. Вот. И взял вот так вот, жиденько прошелся в одно движение. Мягко, то есть так. Потому что когда я писал этот букет, я заметил, что чтобы мне создать вот этот вот хорошо объем букета всего, нужно края списать, сделать мягче. А центр в контрастах, естественно, выделить. И тогда получится и объем. И он получился. Поэтому и сейчас, работая на стадии даже подмалевка, я об этом не забываю. И, естественно, вот где у меня, как я сказал уже, фон слегка списывается с грунтом, мне это тоже на руку. Я его слегка так сфлицовываю. Но, опять же, заметьте, стараюсь рисунок не потерять. Потому что я его еще раз буду обводить. Вот. И вот у меня сейчас списывается с фоном. Фон мы еще будем, естественно, писать. И вот это вот сделать будем небольшую растяжечку, подсветочку. Я об этом покажу, расскажу. Как раз придем к тому пониманию, когда мы видим, как вроде бы слабые стороны вот этого грунта, который тянется за акриловой краской, хотя по идее не должен, мы используем как сильную сторону. Вот это вот важно. И мы никаких потерь не несем, а только наоборот. Смотрим, как можем использовать выгодно это в нашем художественном, живописном приеме. Ну что ж, вот сейчас прошел вот этот вот небольшой этап у нас. И с помощью только одной вот краски у нас уже проявляется общий силуэт букета. Я беру немножко кадмия красного темного, смешиваю его с болотной зеленой. У меня получается такой цвет ближе к сиене жженой, то есть коричневатый. Красная и зеленая это коричневый. И сейчас им прохожу с этим тоном легко, опять же, прозрачно по поверхности корзины. Где у нас корзиночка? Смешал болотную зеленую с кадмием красным темным. Получил коричневый оттенок и прокрываю корзинку. Повторюсь, что так как у нас рисунок переведен через копирочку черненькую, он у нас виден и сохраняется. Вот цвета я немножко сейчас здесь прокрыл, мы их потом все равно вытянем с помощью белил, и рисунок нам там виден. Естественно, мы еще углубим рисунок более темным тоном, когда у нас вот красочка, которую я сейчас наношу, она высохнет. Есть! Так, дальше чуть больше опять болотный зеленый. и продолжаем работу над темными силуэтами между цветами зелени. Как раз эти силуэты показаны. Мог это сделать все сиеной и жженой, но так как у нас есть болотная зеленая, она как раз очень хорошо попадает в тон зелени, и она нам здесь прямо вот как нельзя лучше подходит для нашей стадии работы. Обозначили вот эти основные моменты. Мы еще пока нигде не включали белил, а белилы у нас обязательно пойдут, и пойдут белила акриловые, и они уже пойдут после того, как мы обведем рисунок, и прокроем поверхность холста лаком акриловым, глянцевым. Вот где-то такую делаю заливочку у красного цветка, у красной герберки. В принципе уже здесь уместно. И вот здесь тоже водичку. Опять же, видите, я много раз по одному месту кисточкой не вожу, чтобы у меня здесь сильно грунт за кистью не тянулся. Так. Ну вот. Вот стадия. Дальше. Беру уже кисточку тоньше и начинаю обводить постепенно весь рисунок. Заметьте, что мы сейчас с вами работаем не с натурой. То есть как это было, скажем, в мастер-классе голландского тюрба. Мы делаем копию. Поверьте, что копию всегда делать несколько дольше. О времени. Поэтому немножко запасайтесь терпением. Надо это учитывать. Опять же, вот скажем, у вас палитра. Как у меня тарелочка. Очень удобно, что она глубокая тарелочка. Вот эти два цвета, которые я смешиваю. Скажем, позвонили, отвлекли вас там. Кто-то пришел там. Чай попить хочется. Устали, спину размять. То есть там какие-то хозяйственные дела. А на палитре осталась акриловая краска. И сразу мысль, ох, она же высохнет. У меня столько краски пропадет. Что мы делаем. Мы сейчас просто берем с вами пакет целлофановый. Нашел целлофановый пакет. Целлофановый пакет взял. Тарелочку вот сюда. Заверну. За счет того, что у нас она все-таки глубокая. Вот сейчас у нас все здесь завернуто. Воздух не поступает. И краской не высыхает. Ну, а если еще и положите ее в холодильник, эту тарелку с пакетом, еще лучше будет. То есть там температура тоже влияет. И все. Сейчас можно спокойно пойти и попить чай или кофе. Или сделать нужный важный звонок. В общем-то вот у нас продолжается работа. Сейчас мы начинаем прописывать цветы. Мы делаем более точный рисунок. Сделаем мы это цветом как раз смесь. Красный, темный. И болотное, зеленое. То есть я их смешиваю. У меня получается такой коричневый оттенок. То есть вы это можете сделать все с сиеной с жженой. В общем-то это просто как пример вам того выхода, когда нету, скажем, сиеной с жженой под рукой. Нужен коричневый цвет, но есть зеленое и красное. То есть вы смешиваете цвет. Нет. Вот беру кисточку потоньше и начинаю прорабатывать все лепестки, которые вижу. В общем-то начинаю с центральных. Где-то могу красненького даже добавить больше. Вот если скажем, я сейчас красный цветок рисую, то этот коричневый у меня будет чуть-чуть более красно-коричневый. Вот. И одним вот этим вот цветом, глядя на распечатку, вы спокойно прорисовываете все лепесточки. В общем-то работа достаточно механическая. Вот. И что могу сказать, что она просто требует терпения. Ну, по своему опыту могу сказать, что наибольшее количество терпения все-таки у меня было среди учеников у девушек, которые спокойно, не отвлекаясь, делали свое дело. Когда мальчишки много разговаривали между собой, девчонки все делали очень упорно и хорошо. Но не все девочки такие были. Были, конечно, те, которые отвлекались. Вот. А вообще, конечно, у нас в школу принимают ребят, которые по складу характера склонны к длительной работе. То есть это, прежде всего, флегматики. Никак не холерики и не сангвиники. Поэтому, когда соревнования у нас проходят по разным видам спорта, типа футбол или теннис или еще что-либо, граверы обычно проигрывают слесарям-сборщикам, потому что слесаря-сборщики более шустрые и другого склада темперамента. Ну, это вот как бы из такого маленькое лирическое отвлечение. Вот. А вообще, вот сейчас мы рисуем с вами цветы. Я прописываю лепестки одним тоном. Могу сказать, что основа многих орнаментов – это как раз растительность. цветы, листочки, деревья, то есть какая-то вот зелень, она декоративно обработана художником, переведена в какой-то вот ритм интересный, повторяющийся. вот как раз с элементами виньеток и потом он становится красивым декоративным орнаментом. Есть, конечно, орнаменты геометрические, но вот есть и растительные. У нас в гравировке, конечно, в основном применяются растительные орнаменты. Сейчас серединочку прорабатываю. То есть у меня сейчас задача какая? То есть я стараюсь вытянуть центр, чтобы у меня появился центр, за который можно ухватиться. То есть работа, она как вазок такой, который вначале толкаешь в гору, это нелегко, а потом под гору он уже сам катится и уже остановиться невозможно. Хочется писать, писать и писать. Поэтому вот мы сейчас с вами занимаемся подготовительной работой, которая очень важна. Вы ее обязательно проведите. Потому что она только кажется длинной. На самом деле она делает путь создания работы гораздо короче. Потому что если мы рисуем какие-то сложные цветы, стараемся ажурно вести в деталях, то нам нужна хорошая подготовительная работа. Потому что детали нужно выписывать. они не могут быть просто вот тычками натыкали быстро-быстро-быстро, и это будет смотреться хорошо. Нет, так дело не пойдет. Нужно сделать качественно. А вот чтобы было качественно, мы специально и трудимся. один цветочек, другой цветочек. Как раз стараюсь вот эти ажурности все проявить. нам потом будет легче перейти к маслу. Потому что когда у нас просвечивает хороший рисунок, маслом, конечно, работать одно удовольствие. вы это увидите. Ну что же. Вот продолжается у нас работа над прорисованием лепестков. Делается она затем, вот почему не маслом, а именно акрилом. Чтобы у нас рисунок не потерялся. Масло у нас так быстро не высохнет. А нам нужно работы делать достаточно спора. Чтобы это у нас получалось именно так, нужно чтобы слои высыхали. И нижний слой не смешивался с верхним, который мы накладываем. А это как раз у нас получается благодаря тому, когда рисунок у нас подготовлен. Что еще можно сейчас сказать? Вот где-то беру прямо чистый, болотную, зеленую, темную. И прописываю ей некоторые особенно темные части зелени. Дополнительно. Обозначаю их. Потом где-то с водичкой более жиденько развожу. И намечаю вот здесь лепесточки. Потому что сейчас я рисую цветок белый. Там, конечно, таких ярких контрастов нет. Но все равно, чтобы сохранить ажур деталей, их нужно сделать. Их нужно наметить. Поэтому я их чуть-чуть развожу с водичкой, чтобы цветок был чуть более нежным. Вообще, конечно, это большая радость, когда пишешь и у тебя получается. Ну, получается, это когда все-таки тренируешься достаточно много. Сейчас сделаем небольшую паузу. Ну, друзья. С одной стороны, конечно, мы сейчас стараемся это сделать как можно быстрее. Но, с другой стороны, все-таки мы не должны терять внимательность. То есть, у вас, в отличие от меня, есть большой такой бонус, преимущество. Вы работаете на стоп-кадре. Я, конечно, тоже делаю перерывы. Я тоже не автомат и должен писать вдумчиво. Когда глаз замыливается, нужно лучше отдохнуть. Но у вас такой возможности больше. Поэтому мастер-класс у нас разбит на части. И вы, пожалуйста, выполняйте этап за этапом. Вместо трех-четырех работ лучше написать одну, но выложиться на ней. То есть, именно когда вы уже вроде бы сказали, что сделали все, что уже могли в работе, но еще где-то видите, что что-то не получилось, а вы там пытаетесь дожать, вот обычно именно на этих моментах и идет самый активный творческий рост. То есть, вот где идет поиск, где идет работа над совершенством. То есть, мы не делаем отписку. Мы делаем работу, в которой хотим вырасти. Вырасти творчески. Освоить какие-то новые живописные приемы. Сейчас я показываю плетение корзины, которая у меня заложена в работе. Стараюсь как раз попасть в движение мазка, в то, как форма складывается. На оригинале, то есть, у меня там вообще, то есть, ближе к краю, вообще край размыт. Мы его, в принципе, и сфлейцуем. Но если под ним будет немножечко просвечивать вот это плетение, которое мы намечаем, это будет хорошо. Это будет работать на богатство образом. Пропись деталей, она нам здесь не помешает. Если надо что-то, то мы всегда можем увести, списать, сфлицевать. А вот восстановить рисунок всегда трудно. Поэтому и делаем эту подготовительную работу. Так, сейчас смотрю, как вот здесь ручка пойдет. Да, этот букет я писал 9 лет назад, когда готовился к свадьбе. Супруга сказала, нарисуй мне открытку. И вот я открытку нарисовал. Продолжаем прорабатывать силуэт цветов. Вот этот вот беленький цветочек. Поэтому тут у нас лепесточки нежные. Я их чуть-чуть больше разложу с водичкой, чтобы их наметить. Чтобы они не были такими темными. Серединку показываем. Она темненькая вот как раз. Очень удобно в этом плане, конечно, кисточки синтетические. Потому что колонок, конечно, истирается быстро. Белка здесь тоже не подойдет. Это синтетика. Она упругая. Хорошо собирается на кончик. Кисточка. Ей работать удобно. Поэтому я сейчас пользуюсь именно ей. Вот здесь один из очень темных акцентов зелени. Я его, в принципе, могу сейчас взять потемнее болотно-зеленый-темный. Понятное дело, что он еще потом оплотнится. Но все равно у нас уже есть акцент. То есть мы начинаем за счет контрастов в центре композиции вытягивать основную линию сюжета. То есть вот эти вот цветы. Как они освещены солнцем. Именно вот эта вот солнечность, она появляется, когда есть падающие тени, когда есть рефлексы. Только так мы можем передать вот это настроение. Еще раз повторюсь, что работаю я сейчас акрилом. У меня болотно-зеленое-темное и кадми-красный-темный. Ну, болотно-зеленое. Не темное, а просто болотно-зеленое. Вот. Кадми-красный-темный. Я их немножко смешал. У меня получился коричневый цвет. И, в общем-то, я одним цветом сейчас стараюсь прописать все детальки. Где-то я беру просто болотно-зеленое и ей пишу зелень, которая есть. Ну, что, вот так вот. Как говорят некоторые художники, от куска цветочек за цветочком прорабатываем. В букете детали. Есть в этом какой-то момент созерцание. Ну, и вообще, конечно, иногда бывает так, что пишешь, думаешь, ой, как здорово получилось уже вот только в карандаше. Может так и оставить искушение, так и бывает. А потом начинаешь писать, увлекаешься дальше и дальше. И уже потом понимаешь, эх, хорошо, что не остановился. Что надо было дальше, потому что дальше, что лучше. Вот. И поэтому гризаль, она тоже на своем этапе, она хороша и красива. Вот. Но она служит хорошей подготовительной работой. Поэтому, даже если вам очень понравилось вырезать, как бы тот этап, который вы сделали, не останавливайтесь на нем. Возьмите просто фотоаппарат и сфотографируйте работу свою, чтобы у вас она осталась на этапе для истории, как у вас работа двигалась. Будет хорошая шпаргалка для самих себя. Ну, и потом своим родным и близким можете показать, как у вас работа создавалась на стадиях и на этапах. Вот так вот. Сейчас. Идет момент работы с желтым цветком. Он наиболее эффектный и яркий в этой работе. Несмотря на то, что розовый и белый тоже, конечно, активные. Он, конечно, привлекает в себе именно вот этим вот активным желтым цветом. И то, что на нем есть падающая тень, очень красивая. Это вот его такая здесь заслуга. То есть его такая работа в акценте в таком. Из него, конечно, работа так бы не смотрелась, потому что на ней взгляд останавливается. Желтый цветок хорошо перекликается с бабочками и с другими цветами, которые у нас в правой части картины. И освещены тоже желтенькие. Поэтому идет такая перекличка. Так, ну что же, вот еще один кусочек работы у нас пройден. Следующий цветок. Вот здесь вот с краешком. Он там в глубине. Его, может быть, совсем мало видно. Но все-таки он там есть и заслуживает нашего внимания. Пусть он будет обобщен, но обобщен уже после того, как все равно на нем намечены лепестки, его форма, середина. Мы с ним поработаем. И потом уже перейдем к другому цветку. Видите, я сейчас их в тоне практически не прорабатываю. Я работаю над ними линейно. В тоне мы с ними будем работать, когда я уже возьму на палитру белила. Вот, в общем-то, здесь такой хороший ход будет. Это то, что мы, с одной стороны, мы можем поработать еще подольше акривым. С другой стороны, мы можем уже спокойно перейти к маслу. Кстати говоря, когда, если мы решимся сейчас, сейчас вот я решу перейти сразу к маслу, или еще акривом поработать. Ну, это определенное количество времени, конечно. И немножко другой ход даст. Понимаете, вот в этом букете его можно решать несколькими задачами, чтобы разными решениями, как написать этот букет. Вот. Один из вариантов. Мы дольше работаем акрилом. Когда у нас подходит такой вариант работы? Когда, скажем, вот у меня нет возможности работать в мастерской, а есть возможность поработать долго. Но дома дети. И хочется, чтобы никто эти запахи масляной краски не нюхал. А акрилом они у меня и так работают. И вот я вместе с ними могу в их присутствии писать эти цветы акрилом. И довести их, ну, буквально до 70-80% сделанности. А уже завершить в масле. В мастерской, когда у меня появится такая возможность. В другой случае, скажем, у меня возможность есть спокойно работать в мастерской. Я, конечно, могу после уже линейного рисунка сразу перейти к маслу. И достаточно быстро раскрыть работу. И уже ее приблизить максимально к завершению. Поэтому разные есть приемы и ходы в написании данного букета. Мы ими пользуемся. Сейчас вот я прописывать буду красный цветок, на котором бабочки сидят. Вот, там бабочка и там еще рядом травинка и на ней бабочка. Вот, у него тоже лепесточки свои красивые. Под бабочки место оставили. Бабочек мы никуда не делаем. Я их, конечно, писал поверх. Я их могу оставить сейчас, потому что у нас есть уже четко решенная композиция. Тогда это было все в процессе поиска. То есть это было все на ходу додумывалось. То есть смотрел, отходил, глядел, как лучше сделать. Здесь уже композиция найденная. И мы работаем по готовому решению. Именно поэтому я бабочек не записываю. А оставляю их сразу. Ничего другого места. Пропись лепестков. Теперь к верхнему цветочку можно перейти. Тут важно, чтобы листочки были разнообразными. Один загнулся в эту сторону, другой в эту сторону. Чтобы каждый цветок в данном букете был индивидуален. Ну, как люди. Не похожи один на другого. Именно поэтому и идет поиск таких силуэтов. Скажу сразу. То есть я когда писал эти цветы, во-первых, вдохновением послужил для меня заказ. То есть я вдохновился от заказа. Одна женщина, например, ушла ко мне в мастерскую и сказала, что она стесняется. Говорит, ей нравятся цветы, очень похожие на ромашки. А какие? Герберы. Говорит, вы можете их для меня написать? Я говорю, с удовольствием. А как они выглядят? Я еще тогда не знал, что вот это вот герберы, они так называются. Да вот. Показала мне. Я пошел в цветочный салон. Я нашел эти цветы. Пофотографировал. В самых разных положениях. Вот. Обзавелся материалом. Потом купил еще искусственные цветы. И начал составлять определенные букеты. И вот именно в одном из цветочных салонов мне удалось пофотографировать при естественном освещении из окна, которое мы сейчас с вами изображаем. И я увидел как раз то сочетание красного, белого и желтого цветков. Как вот они один на другой красиво тени отбрасывали и как они перекрывали друг друга. Вот именно от этой вот связки композиционной и пошел весь букет. Я размышлял, что сделать, то есть как вообще композицию составить. То есть первая работа вот эта заказная, она была не в овале. Но мне очень хотелось добиться эффекта присутствия, чтобы они были как живые. Естественно, чтобы такой эффект присутствия появился, нужно как и фотографии что-то списать, увести в туман, а что-то сделать очень контрастным, сочным и ярким. И вот именно этим приемом я и воспользовался. То есть, как вы видите, что края они затуманены и мягко списаны, а центр композиции активен, контрастен и проявлен. Вот на этом решении я остановился и, как оказалось, был прав. Потому что получилось очень живо и естественно. На тот у меня момент овального паспарту не было. Но я паспарту все равно сделал. И паспарту было обычным, прямоугольным. Но в сочетании с золотой рамой, вот этот серо-зеленый оттенок, они дали нужный эффект. И заказчики были очень довольны. А это очень важно. Вообще, конечно, очень поднимает настроение и творческие силы придает, когда люди довольны результатом твоей работы. Хочется писать еще, еще и еще. Так, верхний цветочек. Сейчас к нему подойдем. Вот верхний цветочек. Детали, лепестки. Обводим силуэт, переведенный через копирку. Вот, что нам сейчас это даст? Мы уже можем локально, используя локальные цвета, оранжевый, розовато-красный, красно-коричневый, какой-то серовато-белый. Вместе лак с маслом смешаем, пройдемся, раскроем всю работу. И в этот еще не высохший цвет мы можем уже вписывать цвета. После локального тона у нас очень хорошо пойдут цвета. Потом можно тени проявлять. Вот это мы все проговариваем. То есть, что мы делаем, зачем мы делаем. То есть, мы не просто так беспомощно, непонятно зачем, мечемся по холсту. Ой, здесь попишу, здесь попишу. Ой, что-то не выходит. Ну, лучше я сейчас отложу холст. А когда у нас работа распланирована, естественно, что все по-другому. Потому что мы знаем, что и зачем мы делаем. И для чего мы делаем. А прежде всего мы пишем цветы для того, чтобы создать гармонию, чтобы создать настроение. То настроение, которое будет в комнате, где эти цветы будут висеть, оно там будет постоянно. Человек после рабочего дня, утомленный, приходит, садится на диванчик и смотрит на них. Не в телевизор, а на цветы на них. Просто даже мимо проходит и боковым зрением их видит. А они настроение создают. Улучшают его самочувствие. Лечат его. От всех этих вот дневных стрессов, которые у нас бывают. То есть такой очень важный терапевтический момент. Мне вот очень нравятся работы других художников. Очень. Больше, чем свои даже. Гораздо. Но и среди своих работ мне очень комфортно находиться. Поэтому давайте создавать этот комфорт вокруг нас. Еще очень здорово, когда приходишь и видишь свою живопись у кого-то, кто или купил, или кому-то подарил работу. Тоже это настроение поднимает. Поэтому я очень хочу, чтобы ваши работы, они также расходились и жили в других семьях. Несли добро и свет. А уж как этот свет создать, солнечный, я вам обязательно покажу. И это у нас будет в следующих этапах работы. Лепестки. Очень удобно, когда распечатка перед тобой. Когда она рядышком, на нее постоянно смотришь, сверяешься. Иногда даже кажется, что это живая натура. И выполняешь ту установку, тот определенный этапик, который себе наметил. Нужно довести его, выполнить. А потом уже с чувством выполненного долго отдохнуть. Кофе попить, чайку. Что-нибудь вкусное скушать. Пока пьете и кушаете, можно на работу посматривать. Отвернуться, отойти, опять посмотреть. И что-то уже заметите, увидите. И что-то уже возьмете на заметку, что можно сделать чуть иначе. Где-то подправить, подвести, улучшить. Чтобы глаз не замыливался. Так, осталось не так много. Остался, по-моему, последний уже красный цветочек. Остальные уже травинки такие. Они менее значительные. Их наметить не так сложно. Но все-таки их уведем. Так. Красный цветок. Как в мальфиме Маули. Красный цветок. Вот и у нас красный цветок. Вначале он маленький, робкий, как мотылек. Но стоит его раззадурить. Тема красного в работе очень важна. Когда она есть, пусть даже красно-коричневая. Пусть не яркая. Пусть даже в одном местечке где-то немножко. Но она вот для глаза очень нужна. Нам объясняли это в работе, что это может быть в тени. Где-то красно-коричневая тень. Или еще что-то. Ну, самый небольшой элемент. Акцентик. Как окошко в доме зажженное. Как шапка красная на голове у прохожего в пейзаже Елос. Это, скажем, стафаж. Но она нужна. Каким-то мистическим образом она работает. Наверное, это как-то можно для себя объяснить. С точки зрения и оптики, и психологии. Нам об этом говорили преподаватели. Что эту тему красного нужно обязательно показывать. Если есть такая возможность. Повторюсь, что она может выражаться по-различному. То есть не обязательно ей быть яркой. Сейчас мы здесь немножко зелень вот эту вот раскудряем. Поактивнее сделаем вот эти все растительные мотивы. Чтобы они у нас не потерялись и попадали в рисунок. Снизу их поищем, вспомним, как они здесь идут. Внимательнее порассматриваем копирочку темную, как она отпечаталась. Чтобы восстановить рисунок. Это очень хорошая школа. Недаром есть такая поговорка. Гений растет на подражании. И недаром учеников в академии, студентов, их на первых курсах заставляют копировать. Чтобы лучше узнать технологию. Давайте и мы с вами будем, как студенты, выполним данное задание. Чтобы лучше усвоить момент технологии. Чуть красно-коричневым пройдусь по красно-коричневым усилию тон в тени. Чтобы несколько подчеркнуть направленность освещения. Заметьте, когда мы уже работаем по высохшему акрилу, который уже положили, он у нас не размазывается. То есть он размазывается немножко только там, где есть грунт. Сейчас я уже слегка прокрываю падающие тени. Что еще сейчас я могу сделать? То есть я могу где-то более глубоко, то есть вот так как у меня на палитре краска осталась, болотно-зеленое, темное. Вот смотрю и где-то вот эти вот акцентики как раз темно-зеленые делаю. Цветы светлые я буду писать поверх уже этой зелени. Их именно так лучше всего вписывать в самом конце. Поэтому то, что они у меня сейчас немножко уйдут, в рисунке ничего страшного. Где-то они просвечивают все равно. И в общем-то в этом такой нужды сейчас острые нету, чтобы они все-все-все были пересчитаны, вот эти маленькие цветочки. Мы на них посмотрим, когда до них дойдет очередь. И восстановим, что нам надо. Сейчас, в общем-то, мы вот остатками вот этой болотно-зеленой темы, то есть, ну, обычный болотно-зеленый. Это в масле болотно-зеленое темное и болотно-зеленое светлое. Здесь просто болотно-зеленое в акриле. Я еще раз прохожусь по теням. Зелень проявляю. Вот так вот у нас двигается работа. В общем-то сейчас мы всю вот краску, которая у нас осталась, мы ее израсходуем и никакого сожаления о том, что мы что-то потеряли в том, что выдавили, не будет. И сделаем полезную работу. Прохожусь по рисунку теней. Вы видите, что я работаю сейчас не в полную силу, как это в оригинале. Я оставляю эти зазоры для того, чтобы у меня были тонкие переходы от темного к светлому. Больше было полутонов. В охоте за полутонами вот как раз мы и работаем в этой подготовительной части нашей живописной работы. Вот. Еще немножко. Здесь, здесь тронем. Так. Ну вот. Создан определенный этап. Смотрите, я могу сейчас взять и кадмик красный-темный положить уже как лессировку вот на эту поверхность, на те цветочки, которые у нас красненькие. И чуть-чуть им задать тона. Скажем, вот этому цветочку. Легонечко задам тон. А рисунок-то остается. Вот. Вот. Дальше. Вот этот, конечно же, цветочек сразу увидел. Красный. В глубину. Дальше. Вот этот вот сейчас пройдусь бледно-бледно легко-легко. И где-то в нем уже намечу даже падающие тени слегка. Еще пока он не подсох. Чтобы они туда мягко вписались. Это все делается пока акрилом. Вот этот вот цветочек обязательно сейчас скроем. Вот. Пока все вот камнем красным темным. Без добавления других цветов. Просто где-то чуть более жидко. Вот этот вот цветочек у нас красненький. Его показать надо. Вот. Тоже так же. Жидко. С водичкой. Главное, что здесь сейчас есть связующие. Потом высохнет. Можно еще акрилом пройтись, если захочется. Вот этот вот цветочек красненький. Обязательно пролессирую. А так как у нас уже четкий рисунок есть лепестков, мы не боимся, что он пропадет. Вот так. Тут уже дальше остались оранжеватые оттенки. Их можно как раз добиться с помощью того, что включить охру светлую. Мы возьмем охру светлую на палитру. И чуть-чуть ее вот как раз смешаем с кадмием красным. У нас получится оранжеватый оттенок. Вот. Пожалуйста, оранжеватый оттенок. Охра светлая и кадмик красно-темный. И также вот жиденькой кисточкой взяли и прошлись. Легким оранжеватым тоном. Вот этот вот цветочек тоже, который у нас оранжевый, тоже не забудем. Тоже пройдемся. Вот так вот быстро, локально у нас работа начинает проявляться, 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 проявляться. Вот цветок следующий на очереди. То, что мы слегка заезжаем на зеленый тон, на тон зелени, у нас нисколько не огорчает. Так, дальше чуть-чуть с водичкой вот этот вот болотную зеленую и слегка, так слегка, чуть-чуть там охра присутствует светлой. И прохожусь по теням в белых цветах. Немножко совсем, легонечко, чтобы они у нас подсели туда в глубину. И остальные светлые цветы также. Потом мы их проявим еще обязательно в тоне. Но это уже будет, когда мы будем работать с белыми. Немножко здесь, немножко здесь. А центральный цветок мы как раз сделаем охрой светлой. Ей в чистом виде берем и лессируем этот цветок полностью. Потом наметим падающую тень. Уже с красно-коричневым оттенком. Вот, пролессировали цветочек целиком. Он у нас уже желтоватый появился. Также с этой же охрой светлой пройдем сейчас вот здесь по цветам, которые у нас тоже здесь будут желтенькие. Бабочек тоже желтым прокроем. Серединки желтенькие. Не забыли. И сейчас падающую тень. От красного цветка на желтый. От розового цветка на желтый. Красивая тень. Красивая тень. От дочек. Тоже она у нас пока бледненькая. Потому что самая лучшая будет именно в момент, когда мы ее маслом будем приносить. Это будет самый эффект. Нурный в работе. Без которого она читаться не будет никак. Вот. Ну что, на данном этапе мы опять делаем паузу. Такой фибролик. Такой фибролик. Третья фибролик. Третья фибролик. Третья фибролик.